Всем большой привет! Рад вас пригласить на Леон-арену в Раменске. Здесь сегодня шикарная погода и здесь сегодня в рамках четвертого тура МЛБ первой лиги. СКА Хабаровск на своем поле будет принимать Аланию. Команда выходит на поле СКА Хабаровск и Аланию. Обращаем ваше внимание на футболке лутикавказцев. Сослан Качмазов, увы, получил тяжелую травму. Качмазов выпал надолго и боюсь, что Качмазов в первой части сезона уже не сыграет. И вот игроки Алании. В зоне полузащиты располагается Алан Чочиев под номером 11. Поехали, дорогие друзья, начинается игра. Алик Сататаев отправляет пяч в левый план. В Хабаровскую дружину. И, в общем-то, очень-очень много интересного он сообщил там. Давайте сначала посмотрим за этой атакой. И добивание, падение в штрафной площади. И главный арбитр сегодняшней встречи Иван Сараев. Наверное, судейскую бригаду мы не представили. Сейчас показывает, что нужно подниматься. Хороший прострел был. И далее правым флангом. Отлично, это вновь Бутаев. Но что же он сегодня творит? И еще одна передача. Не точная, однако нужно развернуться и в ближний угол удар. 1-0 гости выходят вперед. И, опять же, не без усилий Бутаева, который за эти 20 минут показал себя очень и очень активно и классно. Хорошая атака получилась у Алании. Очень широкая атака с переводом на правый фланг. Ну и опять правый фланг Алании сработал. Есть, наверное, некоторые вопросы у троинского штаба СК Кабаровска к Егору Носкову, который отвечает за всю левую пробку. Левой централи Егор Носков в левый латераль. Вот им бы еще поддержки дать хотел. Я смотрю, Артем Быков сейчас на позиции левого центрального удар поворотом. Очень опасный наносит Павел Долгов. В дальний угол пробивал Павел, но немножечко не попал в створ этот экс-нападающий «Зенита-2» и махачкарицкого «Анжи». Павел Долгов тоже дал очень яркое интервью. Лови кавказцев. Это и Баркин Салагов. Мяч снова у Хабаровчан. Проникающий пас вперед в стартовую площадку. Можно попроводить центр на Гангадзе. Гангадзе пев поворотом рядом со штангой. Мяч пролетает. Это было очень остро. И это было прямо рядышком. Ну и заканчивая, кстати, тему местного стадиона. Напомню, что именно здесь, в 2010 году, Алания вылетала. Футболиста здесь от Долгов перебросит. Ли перебрасывает. Фантастика какая. Что происходит сейчас? В полупозиции оказался Ислам Имамов в 2-0. Гениально. Это абсолютный шедевр от Алании. Павел Долгов забивает первый гол. Не забивал с начала июня. Забил тогда еще за Песченокопскую чайку. Ворота Родины 2. И вот Павел Долгов снова в огне. Тоже вот такие вот уловки географические. Тоже вполне себе имеют место быть. А сейчас прострел. Боже мой, пяточкой. Симонян. Артем Симонян попробовал исполнить этот удар. Ворвался в Вратарскую. Но, наверное, стоило все-таки принять мяч и уже расстрелять. На Сицева Солдатенко. Давайте посмотрим еще раз. Помнится и Московскую Динаму тоже себя пробовал. Но там не совсем заиграл. Удар поворотом. Очень красивый. Рядом с дверью. Мяч летит. Фантастический удар. Попытался здесь обвести Бутаев. По-моему, Бутаев претендует на звание одного из лучших на поле вообще в принципе. Передача. Но не стал здесь он обострять. Передача вдоль штрафной. Поперек поля. Здесь хороший заброс. И Али в касание. В касание отправляет мяч в руки Галкипера. Да еще и, судя по всему, мяч он упустил за лицевую линию. По-твоему, где главная засада, так сказать? Впереди. Вот она засада идет. А вот она. И удар в перекладину. Павел Долго. По-моему, он, да? Да. Опять он вырвался на ударную позицию. О чем ты говорил? Человек одного эпизода. Ну и Ска может, конечно, на это надеяться. Но что-то нужно, конечно, предпринимать. Здесь вот это отличный моментище. Но не зря, не зря же выходил Батрас Хадарцев. Эти сколько? 15 минут на поле он показывал. Просто фантастический футбол. А сейчас передача на дальний край вратарской. Но это просто футбольный искус. Да, на повторе сейчас посмотрим, мог ли выйти Ислам Имамов на этот мяч. Потому что подача была все-таки во вратарскую на дальние подступы. Как сам понимаешь, вопрос эпизода. Ну а здесь можно пробить прямиком из-за штрафной площади. И будет ли удар? Удар по воротам тащит Солдатенко. Ромазан Гаджимуратов мог сейчас забить первый гол своей командой. Гаджимуратов оказался на ударной позиции. И сейчас его находит. Пожалуйста, нужно сделать. Скрытую передачу нет. Убирает влево. Удар. Точно по ценам. Да, такие удары тоже никогда не были проблемой для Ростислава Солдатенко. Слушай, но Гаджимуратов классно вышли, как мне кажется. Вообще-то это два почти что лидера команды. Здесь опасная ситуация. Опасная атака. Аланья здесь нужно разбираться. Здесь нужно делать четвертый гол после такого отбора. Не получается. Однако вторым темпом добивания в руку мяч, как мне показалось, мог бы сейчас угодить кому-то из игроков центра обороны добивания. Что творят они в атаке? Что Аланья сейчас? Ох, вот это да! Вот это да! Такой момент не реализовал сейчас Нурри. Очень жаль за этого футболиста. Хотелось бы, чтобы Нурри Абдухов снова заиграл как в 2022 году. И вот, наконец-то, спустя 11 лет Аланья побеждает на Лион-арене. Так он называется. Побеждает Ска-Кабаровск с отсчетом 3-0. Чистая победа. Безапелляционная. Аланью поздравляем с победой.